Сегодня одна важная тайна о нашем мозге, которую необходимо знать каждому родителю. Почему ребёнок, у которого очень маленькая голова, когда он рождается, она в 10 раз меньше, чем голова взрослого человека, почему в ней больше нейронов, а она меньше? Это, в общем, парадокс, но это нейрофизиологическая правда. Дело в том, что во время нашего взросления часть клеток умрёт, но зато другие образуют между собой нейронные связи, так называемое белое вещество мозга. Формировать это белое вещество у ребёнка будет на протяжении всего своего взросления до 25 лет. Его мозг будет расти, увеличиваться, связь будет становиться плотнее. А зачем эти связи? Эти связи необходимы для того, чтобы у мозга сформировалось несколько режимов работы. В одном случае, когда мозг ребёнка направлен на потребление информации, на фиксацию внимания, на запоминание и так далее, работает одна группа нейронов, когда ему необходимо освоить социальные отношения. Думать, принимать решения, строить представления о будущем. Работает другая нейронная система. И чтобы эти клетки выросли и соединились в эти связи, необходим тренинг. Если вы даёте своему ребёнку гаджет, любой планшет или телефон, эти сети не формируются, и это доказано наукой. Он должен развиваться в естественной среде. Если этого не происходит, то дальше у вашего ребёнка есть риск получить диагноз СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. И самая плохая новость, что 70% детей, получивших этот диагноз в детстве, не перерастают его и потом будут иметь диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности взрослых. А это уже тоска. Продолжение следует...